Что уж говорить, у нас в регионе и с большим футболом-то не все в порядке. А уж футбол женский и вовсе держится на нескольких энтузиастах. Вот и решили в спортивном комплексе «Триумф» поддержать девчонок, увлеченных не совсем женским видом спорта. Когда здесь открыли спорткомплекс, молодая гвардия сделала для нас турнир по футболу. Потом Ивета узнала про нас и решила сделать нам секцию. Естественно, мы согласились ходить сюда. Всем нравится, все ходят. Одними занятиями с тренером Фокина решили не ограничиваться. Ведь опыт можно приобрести только в настоящей спортивной борьбе. Так уже в январе этого года в «Триумфе» прошел первый турнир среди женских команд. Соревнования проводятся не в первый раз подобного уровня. И видно, как девчонки хотят заниматься футболом. Как у них раз от раза появляется все больше желания играть в футбол, все больше азарта. И они прибавляют в технике. И сегодня уже обыгрывают команды, которые не первый год занимаются этим видом спорта. Уже второй по счету турнир получился еще более представительным. Конкуренцию командам из Фокина и Брянска составили девушки из Людинова. Это турнир для начинающих, то есть для девчонок, которых еще нет опыта. Для тех, кто не старше 95-го года рождения, то есть для школьников. К нам приехало сегодня четыре команды. То есть одна из Людинова, остальные три из Брянска. Одна местная Фокина, Дюш Спартак и Дюш Партизан. Для многих девчонок это первый турнир. Нужно дать им шанс поиграть, реализовать себя. В первую очередь это праздник для них. В итоге в битве за золотые медали сошлись хозяйки турнира, футболистки из Фокина и команда Дюш Спартак. Более опытный брянский коллектив оказался сильнее. 3-1. У триумфа заслуженное серебро, третьими стали девчонки из Партизана. Женский футбол лишь одно из направлений, которое пытаются развивать в триумфе. Один из самых современных спорткомплексов региона способен принимать соревнования всероссийского масштаба сразу по нескольким видам спорта. Двери оздоровительного центра всегда открыты и для простых поклонников здорового образа жизни. Мы запустились 1 июня, прошло открытие. После этого мы стали работать над тем, чтобы наполнить залы, приняли тренеров. У нас есть и тренер по аэробике, по кикбоксингу, по дзюдо, по футболу. То есть залы у нас практически заполнены. То же самое у нас и в бассейне. Занимается мастер спорта, тренер, который учит детей плавать, а также их родителей. Дмитрий Кузнецов, Евгений Седачев. События Фокина.